Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» отметил 24-ю годовщину со дня первого подъема военно-морского флага. В этом году торжественную церемонию приурочили ко Дню Защитника Отечества. На борту авианосца лучшим из лучших вручили медали, командирские часы и грамоты. Поднятие Андреевского и государственного флагов на борту авианосца «Кузнецов» ежегодная традиция. В ангаре корабля торжественное построение экипажа, который по праву считается лучшим. Товарищ заместитель командующего Северного флота, экипаж тяжелого несущего крейсера «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов», на торжественное построение, посвященное 24-й годовщине подъема военно-морского флага на корабле, построен командир корабля, капитан 1-й ранг Артамонов. Здравствуйте, товарищи! Здравия, 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 здравия! Поздравляю вас, товарищ Курлян! Ура! 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 24 года можно с уверенностью и честной презентацией сказать, что экипаж корабль с высоким качеством выполняет все задачи поставления перед нами команды флота, Северного флота и Министерства обороны. От того, насколько боеспособны их лично и готовы к выходу в море в шесть лет, во многом зависит мир на всей планете. Из дальнего похода тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» вернулся в порт Мурманск в мае 2014-го. Полгода экипаж корабля, а это без малого две тысячи человек, выполнял в море боевые задачи. Палубные летчики совершенствовали свое мастерство. Истребители корабельные вертолеты суммарно находились в воздухе более 280 часов. За заслуги лучшим из лучших вручили медали и грамоты. Кузнецов у нас каждый год хорош, когда решают задачи в море. В этом году ответственное было мероприятие. Самый длительный поход корабль выдержал, перенес. Вернулись, выполнив все задачи достойно. Полным составом экипажа, с материальной и исправной материальной частью. В общем, сделали все так, как должно быть у настоящих моряков. В конце прошлого года между администрацией Мурманской и крейсером «Адмирал Кузнецов» был заключен договор о шефском сотрудничестве и взаимодействии. Основная цель которого – совместное решение социальных проблем военнослужащих, проведение культурных мероприятий, а также поздравление воинов-североморцев. Шефская работа – это работа с экипажем. И для нас очень важно, чтобы мурманчане, которые служат в этом славном экипаже, на этом замечательном корабле, проходили службу достойно горожан города-героя. Мы за этим очень внимательно следим. И для нас всегда очень важное событие, особенно в период призывной кампании, где будут служить наши замечательные ребята. Взамен город получил площадку для патриотического воспитания молодежи. На единственном в России авианосце планируется проведение экскурсий. На его борту совместно с экипажем будут проводить спортивные соревнования. Как долго корабль простоит в порту Мурманск и когда отправится в свой следующий поход – военная тайна. Но не секрет, что тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» к выполнению боевых задач готов. Субтитры создавал DimaTorzok